Такой вопрос присылали. Как вы планируете удержать социальную составляющую страны после 5-го, 11-го, 17-го? И в конце написали, что очень надеюсь выпить 8-го, 10-го, 16-го чая с вами и сказать, мы сделали это. Классно, я тоже рассчитываю выпить чай, может быть даже шампанского себе изменю, да, выпью там чай-нибудь, да, что угодно. Готов, готов любого алкоголя, хотя не пью, вот выпить за победу, за нашу победу, как вы, помнишь, в этом фильме про славянский шкаф-то, за победу, за нашу победу. Поэтому, что я могу сказать, как мы, что мы собираемся делать? Мы собираемся, во-первых, делать так, чтобы доходы того, что является национальным достоянием, ну вот в частности Газпром и так далее, видите, вот он там такой бедный Газпром, а все равно может давать громадные деньги. Вот так Газпром и так никому не нужен, а все равно, если не красть, оказывается, что на всех хватит. То есть мы просто собираемся не красть, не давать красть другим, построить систему, когда будет управляться народом все, да. Ну и по крайней мере народ может оказывать серьезное влияние. Когда будет выборная система судей, прокуроров и так далее, тогда, в общем-то, возможность украсть будет очень слабая, причем при определенном законе об открытости, о правде законе, что чиновникам нельзя врать. То есть вот что угодно, сказал, если у тебя уличили в вранье, иди нафиг. Чиновник должен работать открыто, там, камера, микрофон, все, и 24 часа в сутки, если ты работаешь, вот оно висит там у тебя. И если ты ушел домой, то ты не должен ни в коем случае заниматься работой, потому что мы не знаем, что ты там делаешь. Если уличили, что занимался дома работой, все, выгнали сразу же и так далее. То есть вот эти вещи, я думаю, они принесут плоды очень скоро. Это же не делают, вот говорят, это не принесет плоды, ну давайте попробуем. Ну этого же никто никогда не пробовал, ну все знают, что это не принесет плоды. Ну давайте, может быть, а мы этого не знаем. От себя добавлю, что еще Махатма Ганди сказал, что мир достаточно велик, чтобы утолить нужды каждого человека, но всей вселенной не хватит, чтобы утолить людскую жадность. Да, конечно, то есть если воров кругом расставил, там даже не кругом, то они украдут все, и ничего не останется, поэтому... Что? Мы к вопросам перешли, правильно? Да. У нас вопрос такой общий, прямо в течение недели очень много людей спрашивают по поводу 9 мая, стоит ли ходить куда-то, не стоит ли ходить. Вот можно такое мнение, что нужно делать нормальному пороскому человеку 9 мая, как правильно отпраздновать этот праздник, чтобы не участвовать в этой клоунаде ядросовской, да, которая никакого отношения не имеет к празднику, и чтобы как бы вот тоже в другую крайность не впадаться. Вот ваше мнение. Ну, я вот лично про себя. Каждый волен тут поступать как угодно. Меня спрашивают идти там в бессмертный полк или не идти, не знаю, это ваше дело. В общем-то, я... У меня оба деда служили, да. Один через месяц после, я говорю, после нападения Гитлера встретил немцев другой в первый же день под Брестом, да, то есть и оба воевали фактически до самого конца, то есть Сергей Кузьмич в Веслодорской операции, его танк был подбит, то есть уже третий или четвертый раз, он только выписался из госпиталя после ранения, и был подбит его танком, в дребезги его там разорвало, и он после этого, в общем-то, в себя-то пришел после 9 мая в госпиталь, поэтому фактически воевал, и еще в Румынии потом был, там, чуть ли не до 47-го года, да, ну, 46-й год, по крайней мере, власовское восстание он там пережил в Румынии. Иван Федорович тоже дважды списан был по смерти, да, вот, командиром полка артиллерийского, другой механиком-водителем. Куда? Я к Ивану Федоровичу не могу приехать, он в Магадане похоронен, о, в Норильске, он служил в Магадане, потом в Норильске похоронен, а Сергей Кузьмич вот рядом, я поеду на могилу, отвезу цветочки. Там есть у нас журавли, туда ближе к вечеру, когда все официальные мероприятия кончатся, отвезу цветочки, положу туда, ну, буду считать, что Иван Федорович отвез. Ну, что там еще, я не знаю, помяну, конечно, всех своих родственников там. Погибло очень много у меня родственников во время войны, ну, вот, это... Братья моей бабушки, одно и другое, брат деда, ну, в общем, очень много, даже вот фамилий одного родственника тут вот на кладбище, а есть тоже, наверное, туда цветочки отвезу. Где он похоронен, не знаю, ну, умер в Лазарете его, там, как хоронен. Так что, такие дела, вот, каждый сам должен понять, что для него 9 мая. Для меня это праздник семейный, то есть, ну, кого-то убило, кто-то, слава богу, остался живой, в общем-то, и на том спасибо. То есть, мы победили, да, ну, это такая моя победа. Ну, сыновей своих соберу, конечно, там, что-нибудь тоже поедим. Так, что там еще? Тут у нас... А, вот еще хорошие эти, как раз по поводу победы, это... Как, 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 это... Прислали, мы просили эти... Карикатуры. Да, карикатуры, и вот, значит, прислал Александр Кудряшов и Павел Степанов. Вот такие прислали, прислали такие карикатуры, в общем-то, очень, на мой взгляд, хорошие. Такие... Спасибо им. Спасибо. Спасибо, да, огромное спасибо. Значит... И такой еще небольшой стих прислали. С виланчелем и вовчик ловчил, лют ловко убалтывал, ложью лечил. Просит рассказать про стоимость нефти и доллар. А что рассказывать? Ну, еще в мае, говорю, увидим, как рублик начнет двигаться вниз. Это логично. Посмотрим. Ничего не говорит о том, что нефть там как-то значительно может вырасти. То есть могут быть колебания, причем такие нормальные колебания, там до 50-ти, даже до 60-ти могут быть колебания, но это, наверное, верхняя планка. Ну, нефть уже, в принципе, морально устарела, как ресурс. Ну, морально, не морально, все равно все ездят сейчас пока еще на нефти и... Пока еще? Да, пока еще. Деды воевали за социализм, факт. Да нет, за Россию воевали. Там, может быть, если Ивану Федоровичу моему деду как-то нужен был социализм, то Сергею Кузьмичу, конечно, он вообще в хрен, извиняюсь за выражение, не уперся. Он крестьянин был, ему надо было работать, и он был очень работящий, и социализм, коммунизм ему, конечно, не нужны были, ему нужна была земля, и земля, и воля. Что еще русскому человеку надо, поэтому... Воевал-то за семью. Каждый воевал, наверное, за свою маленькую родину, за свою семью. Флаги будут, да с флагами вот я говорю, все шлют и шлют. Что будем с флагами делать? Ну, посмотрим, все решим. Ну, нет, ну, решим. Мы на этой неделе обещали, и как бы пока у нас ничего не получается, еще ничего не собрали. Ну, рассмотрим все с флагами. Ну, там какое-то безумное количество уже... Давайте тогда просто до конца этой недели назовем день конкретный, на следующей неделе, прям конкретный день, как у нас сегодня получился, четвергом, и какие-то варианты представим. Да. Хорошо. Так... Вопрос, нужно ли регистрироваться в отделениях Парнаса на местах, в своих городах? Нет, это регистрация только в этом. В... Да, регистрация на сайте. На сайте. Если вы хотите зарегистрироваться... Волна перемен, волна перемен в сайте. Это нужно, чтобы проголосовать за Вячеслава, а регистрироваться в партии или нет, это уже... Да, если вы как-то связываетесь с партией, ради Бога, регистрируйтесь. Если не связываетесь, тогда регистрируйтесь на волне перемен и голосуйте за Мальцева. Вячеслав, если бы вы на себя посмотрели со стороны, что бы вы про себя сказали? Положительные и отрицательные стороны? Да и то, и другое. Конечно, больше отрицательного бы сказал я. Потому что, как вы... Очень сложно говорить. Видите, если бы я знал, что это я, конечно, я очень себя любил и сказал бы, ой, какой молодец, какой красавец. А если бы я был таким же Мальцевым и видел такого же Мальцева, ну, конечно, я бы сказал, какой козел. Ну, это же логично, да, потому что, ну, как-то я альфа и увидел бы альфу, ну, что бы я сказал. Это, естественно, с... Ведик еще про это говорил, ну, что ты вот на всех на них кидаешься, там, рвешь их в клочья. И это же вот именно из-за, из-за этого, да. То есть я бы вполне допускать, что я самым страшным врагом стал вот того Мальцевского. Блин, такой козел. Он что замыслил, а? Хотя, с другой стороны, не знаю, может быть, и здоровый смысл сработал. Тоже, когда я вижу, когда люди говорят то же самое, что я, в общем-то, думают вот в таких же рамках. И если они не пытаются первыми меня укусить, то я их, как правило, не трогаю. Ну, это к вопросу там о некоторых товарищах, да. То есть если они вот в этом же диапазоне мыслят, да, то я стараюсь, наоборот, как-то помогать. Ни в коем случае. Не знаю, ну, тут все будет, было бы, все бы зависело от того Мальцева, что бы он сказал первое. Если бы он сказал, ты мне друг, там, мы с тобой одной крови, ты и я, все, нет вопросов. Я бы сказал, да, о, потому что я желаю, в общем-то, жить так, как Черчилль, да, когда, говорится, с джентльменами я всегда был чуть большим джентльменом, а с подонками чуть большим подонком. Ну, так-то у меня тоже получается, вот. С негодяями, извиняюсь, с негодяями, чуть большим негодяями, да. На философию тянет наших читателей, зрителей. Несколько дней назад спрашивали по поводу того, с кем бы вы хотели пообщаться вообще, с живущих людей, вас прямо этот вопрос заинтересовало. Сейчас спрашивают, если бы у вас была возможность самому себе в прошлом что-то сказать, вот сейчас вернуться в прошлое и предупредить, может быть, о чем-то, вот, что бы сказали, предупредили, может быть, самого себя в прошлом. Да не знаю, были у меня мысли всегда такие, что я стоял с Ельциным в 90-м году, 27 сентябряши, какого сентября, ну, в общем, в сентябре брать не буду, вот так вот грудью, ну, он повыше меня, вот так вот, то есть меня к нему прижали, у меня в кармане был ножик боевой, я прекрасно им владел, понимаешь, и не знаю, вот, стоило бы борька резать, не стоило бы, я даже сейчас не решил. Тогда у меня и мысли не было, кто такой Ельцин и Ельцин, если бы тогда я знал будущее, саданул бы, я ему или не саданул, не знаю, не знаю даже, вот, представляешь, то есть, так я сейчас, ну, я понимаю, что будущее из прошлого изменить нельзя, не знаю, что я шепнула. Я бы очень боялся, что, а вдруг хуже станет, а вдруг будет хуже, да, так вот, шепнешь там у мальца учет, а он горячее что-нибудь там исполнит такое этакое. Не, ну, конечно, можно было плюгавую мальчишку в холодные воды не выпад толкнуть, такой совсем страшный уж акт, году там в 50, я не знаю, восьмом, девятом, так, бам, пинка. Ну, тоже, значит, вот, опять же, из этой серии фильм-то этот «Иди и смотри», помнишь, там стреляет в портрет Гитлера, а потом там показывает Гитлера ребенком, да, в младенчестве на руках у матери. Не знаю, ну, сложный вопрос, это вот вопрос, на который нет однозначного ответа, и ответ меняется каждую секунду в зависимости от настроения. Время. Да, время. Эх ты, сколько много времени-то, я извиняюсь. Давайте тогда можно, да, два последних момента. Первый, подписывайтесь на наш дополнительный канал, призываем вас уже несколько раз. Да, подписывайтесь на эту волну перемен, обязательно. Регистрируйтесь. Регистрируйтесь, да, регистрируйтесь, и мы здесь повесим эту волну перемен. И в прошлый раз нас похвалили, можно так сказать, за идею перечислять города, которые нам передавали привет в этом эфире, поэтому Магнитогорск, Москва, Питер, Саратов, Донецк, Киев, Крым, Ульяновск, Липецк, Брянск, Симферополь, Мурманск, Екатеринбург, Мариуполь, Калуга, Полтава, Белгород, Тверь, Томск, Урал, хотел сказать всему Китаю, нашим соратникам в Китае, Дзержинск, Запорожье, Кострома и Ставрополь, всем привет. — Прошит, где я гуляю после эфира? Ну, как правило, по проспекту Кирова я гуляю, если кого-то это интересует. И, как правило, те, кто смотрит наш эфир, часто меня там видят. Как сказал один знакомый еврей, он разговаривал с другим, незнакомым мне евреем, вот, и тот спросил после этого 5-го-11-го лута погрома, он говорит, пойду у Мальцева спрошу, говорит, а где ты его найдешь? А, говорит, сейчас вот на проспект выйду, говорит, минут через 20 наверняка я во встречу. Ну, и встретил меня с моим братцем, сел рядом в кафешке, говорит, вот пришел спросить. Я говорю, погромов не будет, так и передай незнакомому еврею. Очень такая смешная история, но так что вот так сказать больше нечего. Да, до новой исторической эпохи у нас 554 дня осталось, хотя вот и один час, хотя вот все-таки еще 555, а цифра мне больше надо сказать, 5-5-5. Да, что ты хочешь? У нас изменились все реквизиты, новые смотрите в описании, ну, уже какое-то время они изменились. Да, реквизиты все, которые в канале, эти финансовые, все изменились. Так что, до свидания. До свидания. Счастливо.